В обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы. Потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации. И некому, собственно, давить на народ. Докладчик Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор, академир Петровской академии наук и искусств. Учение Иосифа Версурия Ивановича Сталина о национальном опросе. Так, уважаемые товарищи, тут уже много сказано, еще сколько будет сказано. Я смотрю, там один доклад по национальному опросу, по работе главной. Сталина, тут будет перекличка какая-то. Его нету? А, ну тогда у меня, значит, развязаны руки. Я смогу, значит, что-то сказать, а то я думаю, как построить выступление. Ну вот, а вы мне обещали, Александр Сергеевич, в приватной беседе. Ладно, ну я нет, я никаких преференций не жду, но вот проблема, она, может быть, не совсем была услышана, которую я заявляю в своем докладе. Это учение Иосифа Версурия Ивановича Сталина о национальном опросе, как воплощение материалистической диалектики. Тут, видите, я связал такой практически вроде вопрос утилитарный, хотя вряд ли его можно свести до уровня утилитарности. И такие философские глобальные проблемы, о которых мы, философ, всегда говорим. Зачем нужна вообще философия? Чем мы вообще занимаемся? Какова практическая роль и польза? Есть или наоборот вред? Да, да, да. Как сказал министр просвещения Оров при царе Николае, польза от философии сомнительно, а вред очевиден. Поэтому, значит, взять да и закрыть. Но я постараюсь в своем коротком выступлении доказать, что все-таки есть большая польза от философии. А философия – это наука о всеобщем. И вот Иосиф Виссарионович Сталин, который всегда уважал всю свою сознательную жизнь. Мало того, что я хорошо помню вот это эмоциональное, детское впечатление. Вы знаете, я был на похоронах Сталина. Меня дядя, восьмилетнего манчугана, вот тут немногие могут похвастаться, что это, так сказать, могли бы быть. А вот в Москву утащил. У него были какие-то там, я не знаю, льготы, как у большого военного. Ну, в общем, я там на тумбе простоял все похороны Сталина, куда он меня поставил. Но это отдельный разговор. Так вот, я помню вот это эмоциональное состояние всего народа. Вот эти тысячи, миллионы людей с плачем шли. На Невском что творилось? Что творилось во всех учреждениях? Пришел дядя мой родной, молодой еще, мужик, весь в орденах, к маме и говорит, вот в этот момент, когда стало известно, вот, Вера, как же жить-то будем без него? Я расплакался. Для меня это было, он был эталоном для меня вот мужественности, да, такой вдруг, что его заставило расплакаться? Это эмоциональное отношение, да. Но вот эмоциональное, рациональное не всегда бывает в согласии, но тут точно было в согласии. Вот я сказал, что вот читая дальше и дальше Сталина, я все больше и больше проникаю глубоким уважением к этому человеку, к настоящему мыслителю. И человеку, который сумел соединить и теорию, и абстракцию какую-то с практикой, выдающимся образом соединить. Он был настоящим гением. Это не просто какое-то там моление, у меня нет кумиров, я ни в каком жизни не молился и молиться не собираюсь. И на Сталина я не молюсь, но я констатирую факт. Но эта констатация требует аргументации. Дальше аргументация. Вот проблема, национальный вопрос. Казалось бы, вот Сталин стал, вы знаете, уже это прозвучало нарком молодого советского правительства по национальному вопросу, как раз по национальности, по делам национальности. Он там был еще наркомом, но это не буду затрагивать. А вот когда он начал этим заниматься, Владимир Ильич Ленин посоветовал ему в годы, как раз вот 905 год, там 907 год, вот в эти годы они встречались с Владимиром Ильичем уже, и он посоветовал ему заняться этим вопросом, потому что отдельно в партии никто этим не занимался. А у Сталина к этому времени уже были работы даже. Вот я, готовясь к сегодняшнему выступлению, перечитал, а некоторые прочитал вновь работы. У меня полное собрание сочинений, Василий Сергеевич и есть. Вот я посчитал. Вот первой его работой была статья «Как понимает социал-демократия национальный вопрос». Эта работа совсем молодого, 24-летнего Сталина была на грузинском языке издана в 1904 году. И вот он уже себя заявляет, как теоретик недюжинный, как теоретик, который умеет и может. Он тогда уже был лидером грузинских большевиков, так скажем, потому что это 1904 год, вы знаете, как раз год, когда разделились на меньшевиков и большевиков. И он вот это боролся за что в этой работе грузинских большевиков и вообще всех социал-демократов грузинских. Еще тогда раздел не очень был явен. Вот нацелить на то, какой должна быть программа, которая версталась тогда, программа еще РСДРП по национальному вопросу. Какой? Почему он считал уже тогда, что национальный вопрос важнейший из всех вопросов революционного движения? Почему? И уже Сталин пишет, вот я цитирую эту его статью. Ясно, что разрушение национальных перегородок и тесное сплочение русских, грузинских, армянских, польских, еврейских и прочих пролетариев является необходимым условием победы российского пролетариата. Вот, прекрасное соединение, решение национального вопроса и решение вопроса о диктатуре пролетариата, к чему он дальше двигался, о чем сегодня уже говорили. Ну, а главной работой Сталина уже, это уже работа фундаментальнейшая, и я скажу, что не до сих пор работы, которая могла бы по теоретической такой проработанности быть по национальному вопросу, быть сопоставлена с этой работой. Это работа уже 2013 года, вышла она в марте 2013 года, это «Марксизм и национальный вопрос». Марксизм и национальный вопрос. Вот здесь Сталин, вот я долгие годы был членом докторского совета, вот прочитал бы эту работу сейчас, вот тут же докторскую степень надо присваивать, не ниже, не ниже. У него там открытие, совершенно новые формулировки, доселе невиданные, и до сих пор у нас не понимает того, что Сталин тогда понял, и очень ясно, четко, вспоминая Шопенгавра, кто ясно мыслит, тот ясно излагает, ясно, четко изложил эту проблему. Вот в этой работе четыре с половиной печатных листа, не очень большую, но не очень маленькую. Я, естественно, не могу сейчас анализировать всю работу, но вот так самое главное здесь, что вывел. Во-первых, вот определить надо, это еще Аристотель нас к этому призывал, закон тождества, прежде чем о чем-то говорить, давайте определим термин, чтобы потом при повторении этих же слов не имели в виду что-то совершенно иного. Что такое нация? А национальный вопрос, это национальный прилагательный от нации или от национальности? У нас до сих пор путают это все смешивание национальности, нация – это одно и то же. Прочитайте в Википедии, в Википедии сейчас у нас в интернете, это одно и то же. Я, понимаете, я просто поражаюсь, я специально пересчитал, думаю, почему. Но это глубочайшее либо заблуждение, либо намеренное искажение истины, известно, это уже ложь. И на этом основаны многие просчеты, ошибки, заблуждения и уход вот этой самой от революционной борьбы, понимаете? Когда подменяет нацию, национальность. А в чем тут смысл? Вот. Вот Сталин так раз об этом и говорит. Вот. Я для того, чтобы не исказать Иосифа Виссарионовича, не буду зачитывать его главное определение, да? А зачитаю только вот такое пояснение, очень важное. Нацией является не просто исторической категорией, и исторической категорией определенной эпохи. А она является исторической категорией эпохи поднимающегося капитализма. Вот когда нация составляет. А национальность. И еще вот в этой своей юношеской работе Сталин пишет, что нация – это не кровнородственная, не этническая общность людей. Люди, принадлежащие к одной нации, могут быть разных национальностей, разных вероисповеданий. Жить, а вот могут ли они жить на разной территории – нет. И вот тут территория обязательно одна. Экономическая жизнь. И Сталин уже вот в этой работе, которую я цитирую больше всего сегодня, да? Марксинский национальный вопрос говорит, что главное системообразующее начало нации – это как раз единство экономической жизни, производства. Вот что цементирует нацию. Ни кровь, ни религиозные взгляды. А почему это важно понимать? А потому что Сталин тут же пишет, что в борьбе против пролетарского движения, и почувствуйте, как это важно сейчас нам. Буржуазия использует эту карту национализма, когда, подменяя термины, считает, что главное – это вот этническое, кровнородственное единство. А неэкономическое вообще об этом не говорит буржуазия. Да, и буржуазные теоретики. Он пишет там об ошибках Бауэра, а потом говорит, а ошибка ли это? Буржуазный экономист, он специально это делает, наверное, когда говорит, что главное, что объединяет нацию – это особый психологический склад, оказывается. Как будто у людей очень разных принадлежностей по нации, по нации, а не по национальности. Не может быть одинакового психологического склада. И наоборот. Какой-нибудь американец, которого я не знаю, оказывается, такой же по психологическому складу, такой же холерик, как и я. И что, мы с ним к одной нации? Нет, ни к нации, ни к национальности, ничего общего. Вот Сталин это критикует остро. Специально Бауэрр повещает критики несколько страниц. Почему? Потому что видит он опасность этого вот, такой подмены. А у нас, вы посмотрите, вот мы поднимали эту острую для нас вопрос, почему, как был разрушен Советский Союз у нас, единый, могучий. То, что вот в каждом из нас это вот трепещет незаживающей раной, я думаю, в каждом честном человеке вот это. Понимаете? Не только потому, что мы там рождены, я все в Советском Союзе, я и доктором, и профессором, и заведующим кафедрой, вот мой коллега, не даст соврать, стал именно в Советском Союзе. От рабочего. А? От рабочего. Ну, от рабочего шел, да. Потому что я с 15 лет работаю, я и ток, и слесарь, и фрезеровщик, и так далее. Но это дело не в этом, понимаете? А вот от чего шел, да. А вот тут классы, это момент, да, тоже важный. И вот Сталин подчеркивает, что людей объединяет не нация, не национальность, а что? Классовое какое-то единство, классовое интересы. А вот это, классовый интерес разъединяет нацию и может разъединить и национальность. Классовая борьба происходит где? В одной стране, объединенном в единую нацию. Вот. По какому поводу? По поводу того, что они разной национальности, может? Нет. Вот. По поводу того, что они... Вы же разрешили. Прекрасное выступление. По поводу того, что они там разного вероисповедания, вы знаете, как у нас это сейчас, очень культивируется. Сколько еще времени? Ну, дайте минутку. Да. Философ, конечно, это очень трудно. Вот. Я понимаете? Ну, проблема-то какая? Вот говорю, Советский Союз. Что? О, мы размежевались по национальным квартирам. Вот. Вот национальная автономия, которую писал Сталин и в первой работе, которую цитирую. И вот этот марксизм национальный вопрос. Вот что подрывает. Национальная автономия. И он говорит, что к этому надо подходить здесь, в работе марксизм и национальный вопрос, дилектически. Что вот автономия, в какой-то момент эта проблема решается в пользу автономии. Исторический момент. То есть, конкретно исторически надо посмотреть на это, а не просто абстрактно. А в какой-то момент, вот когда уже Советский Союз, вот Сталин тут говорили об этом, потому что он стоял во главе, в общем-то, этого движения, объединения различных еще, в общем-то, почти автономных государств. Единый, могучий Советский Союз. И вот когда это объединение на добровольных началах произошло, а не огнем и мечом, вот тогда уже говорить об автономии это дело, или заносить это в Конституцию, это опасная вещь. Это опасная вещь. И мы убедились в этом, вот так сказать, да, в наше время. А это, вот принцип разделяй власть, ты почему разделяй? Да вот, прежде всего, по национальности, не по нации, по национальности. А насчет нации, когда подмена происходит одного другого. Вот нация, национальное единство в чем? С одной стороны, конечно, нация экономическая. Вот Сталин пишет об этом совершенно справедливо. Он впервые вот это различие, это показал четко. Я тут не цитирую, все, понимаете, иначе бы я, есть регламент тройной бы исчерпал. Но он говорит, что вот часто у нас еще в первой работе, говорит, грузинские националисты, они пытаются подмять под себя пролетарский интернационализм на основе чего? На основе грузинского вот такого патриотизма. Национального грузинского патриотизма. Да, вот патриотизм превыше всего. Вот вы знаете, у нас после развала Советского Союза долго наши высшие идеологи там наверху, в правящей партии, да, долго искали объединяющую идею. Конституции так и не нашли. И в 13-м статье Конституции написали, что идеология любая, плюрализм полный. Что угодно, ребята, исповедуйте. Дальше теперь они стали критиковать, даже те, кто писали эту Конституцию. Мне совершенно было очевидно с самого начала, я голосовал против Конституции. Но теперь приняты, я не могу уже теперь не подчиняться, иначе меня тут под белой ручей куда-нибудь увезут. Но вот это, конечно, 13-й с 7-ми... С 7-й прошло. Да, ну вот. Значит, какая идея? Нету. Потом стали религиозные идеи, а у нас многочисленные религиозные конфессии. Вот. Русская идея – это национализм. Нехорошо. Значит, что? И вот тут выдвигается патриотизм. Озвучил президент. Патриотизм – вот что нас может объединить. И это правильно, может объединить людей разных классов, противоположных классовых интересов. Патриотизм может объединить. Да, может. Но только до определенного момента. Вот Сталин, виноват, пишет о том, что нацию-то раздирает именно классовые противоречия. Классовые противоречия. Могут они привести до гражданской войны? Да. А что такое гражданская война? Это стокновение разных национальностей? Нет? Вот у меня в семье два моих деда, родной и двоюродный, родной брат-близнец, воевали друг против друга в гражданскую войну. Кто победил? Ну, кто победил? Мой родной дед. А его брат-близнец так и сгинул где-то там. Вот. Неизвестно где. Потом, к сожалению, репрессировали моего родного деда. Потому что вызвали его в соответствующие органы и сказали, а где твой брат? Вот. Вот какой-то момент. Патриотизм. А за что они воевали-то? Да за одну и то же, за родину-то. Но каждый по-разному ее понимал. Двойной момент уже. Идея по тренде. Все. Так вот. Пожалуйста. Да. Вот. Таким образом, главное достижение. Главное достижение. Иосиф Виссарионович, что он, во-первых, дал четкое определение нации, национальности. Показал, в чем различие. Показал, что классовый-то интерес, противоречие между классами по интересам является главной движущей силой. И поэтому у пролетарского движения нет другого основания для единства, кроме как пролетарский интернационализм и диктатура пролетариата. И никакого национализма. И это он не просто декларировал. Он это воплотил и последовательно воплощал до конца дней своих. Вы знаете, будучи грузином, и интересно, он начинал его в духовное не семинарию, который он не закончил, а в духовном училище не приняли, потому что он русского языка не знал. С чего он начинал? Он вроде с акцентом говорил до конца, мы знаем, слышим. Но, да, я знаю, пора и честь. Вот, все. Вы выступили из-за себя и за товарищем Бакула, который по тому же вопросу должен был докладывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова